Моё выступление, оно будет посвящено заонозному потенциалу нанициопсиса, ну и в принципе, наверное, других грибов, которые родственны ему. Это очень важная тема, на мой взгляд. Доклад будет короткий, потому что заонозный потенциал крайне низкий, но тема эта нужна для разбора, потому что наша задача не только красиво вылечить рептилию, но и ответить на вопрос, заразны ли это рептилии для других животных, ну там, не знаю, для других рептилий, например, для кошек-собак, которые вместе с этим животным дома обитают, заразны ли это для владельцев и заразны ли это для сотрудников ветеринарной клиники. Когда мы разбираем любое заболевание, которое инфекционное или инвизионное, мы вот на этот вопрос должны уметь ответить. Суммерджентезис все сложно, потому что болезнь новая, условно, да, описана недавно. Как ее диагностировать не очень понятно, систематика не очень понятная. Как ее лечить тоже непонятно. И поэтому, когда мы вписываемся в лечение рептилий, это врач будет и владелец животного или владелец коллекции животных. Мы должны говорить о необходимости соблюдения личной гигиены, говорить о том, что вероятность заражения очень большая, и тогда, возможно, это все не надо лечить. И все в таком духе. Вот, поэтому этот вопрос, я думаю, что при разборе любого инфекционного или инвизионного заболевания он должен разбираться. На наше счастье, грибы, которые составляют группу эксканов, они, в общем-то, не очень опасны для человека. Это в какой-то мере связано с тем, что они любят кожу рептилий, они любят температуры пониже. Мы уже говорили о том, что стандартно их сеют при температуре обычно не выше 30 градусов, но и точно не выше 40, потому что они не растут. Человек и многие млекопитающие, они все-таки имеют те самые 40, плюс-минус 40, ну не 40, 36, допустим, но все равно это высокая температура для большей части грибов, которые любят низкие температуры. У человека на данный момент с помощью молекулярной диагностики выделено три вида, которые вот конкретно изоляты от человека. Они не изолируются от рептилий, но они близки по своей систематике к рептильным видам. Соответственно, у человека будут выделяться нанецеопсис инфринквец, нанецеопсис обскура и нанецеопсис хоминес. Соответственно, эти все патогены были выделены от больных людей, так же, как у рептилий, не из окружающей среды, не из кожи здорового, а от больного. Они находятся систематически очень близко к нанецеопсис гуароиде, ящерный товарищ, и поэтому с учетом близости их, условно, возможно, мутация, и, соответственно, возможно, заражение от ящерицы к человеку, от человека к ящерице. Но это пока еще не было доказано, и поэтому это только вот такое теоретическое опасение. То есть практически таких случаев нету, однако мы немножечко вот в эту сторону думаем. И у меня здесь цитаты по поводу занозного риска из Мейдера и из Якобсона. Это последние книжки, которые мы используем. Они обе последних двух лет выпуска. И, соответственно, здесь пишется о том, что предполагают, что может быть опасно, однако на данный момент данных таких нет. И есть еще один нюанс относительно возможности заражения человека. Есть описанные клинические случаи, которые говорят о том, что у человека выделен нанецеопсис гуароид, например, но при этом он выделен только культуральными свойствами. То есть мы не проводили, не мы, а исследователи не проводили молекулярную диагностику ПЦР на тот момент. И, соответственно, написали, что вот он соответствует такому-то виду. Однако прошло несколько лет, и это стало вопросом вообще, это был ли правильный этот определен вид или нет, потому что методы диагностики использовались несовременные относительно нынешней даты. Вот, поэтому есть описанные клинические случаи, однако они на сегодняшний момент считаются сомнительными. Поэтому можно выдохнуть и признать о том, что если у нас на приеме, либо если в условиях какого-то там зоопарка или коллекции, да, есть животное с вероятным дерматомикозом, и мы подозреваем, что это дерматомикозы группы X-CANF, то мы можем выдохнуть и работать с ними достаточно спокойно. Единственный нюанс, да, если у человека есть иммуносупрессия, и он точно знает, что она есть, наверное, надо этого человека все же убрать из близкого круга контакта общение с больной рептилией. И на сегодняшний день вот из тех трех видов, которые описаны для человека, описано всего плюс-минус 16 клинических случаев. Вот, 9 клинических случаев описано в 2020 году, и это была подборка за почти 16 лет. И еще несколько отдельно было описано, в том числе 2018 года, случаи после поедания кожи змеи, и до этого единичные по одной услуге. Что тут интересно? Во-первых, абсолютно, ну точнее, почти все пациенты, которые заболевают системными мимикозами, вызванными родом на нециопсис, они имеют проблему с токлеточным иммунитетом. Большая часть этих людей – это люди с ВИЧ, люди после трансплантации органов, и люди с какими-то мутациями, которые влияют на, например, обмен интерферона. У людей чаще всего поражается подкожная жировая клетчатка, поражаются легкие, поэтому данные заболевания иногда путаются, ну первично, точнее, диагностируются как туберкулез, либо микобактериоз атипичный, и дальше, соответственно, уже на этапе цитологического исследования и культуральных исследований уже понимается, что это что-то другое. У большинства пациентов, у которых есть, была эта проблема, первично им диагностировали этот микоз не как нанецеопсис, а как какой-то другой вид. Это связано с тем, что что в цитологии, что в результате культурального исследования у нас будет примерно одинаково для всех видов грибов вот этой группы. Соответственно, та проблема, которая есть для рептилий, она, в общем-то, есть и для людей, потому что диагностика у нас одинаковая. У людей обычно диагноз ставится на основании гистологического исследования, комбинации, точнее, гистологического исследования посева и ПЦР. И предварительно у них точно так же проводится поиск очагов, и у людей часто делают ПЭТ-КТ для того, чтобы найти очаги воспаления, и часто бывает так, что находит там, например, гранулема в легком, какое-нибудь поражение лимфоузла или еще чего-нибудь, и еще куча мест, которые вроде как вот должны, ну, гранулема еще не сформирована, но воспаление уже есть. И для этого используют ПЭТ-КТ, в ветеринарии в России на данный момент этот метод не очень доступен. Для людей обычно в рамках первой линии, когда мы на этапе цитологической диагностики, да, обнаруживаем грибы, им назначают вориконозол либо пазоконозол, это два препарата, которые, ну, в общем-то, начинают, с которых не, с которых начинают. И если этот человек находится на иммуносупрессии, такие пациенты достаточно часто в этой группе были, это пациенты после трансплантации органов, которые хронически получают кучу препаратов, типа, много лет на преднизолоне, там, токролимусе и еще чему-нибудь, в чем-нибудь, вот, то им иногда назначают снижение дозы иммуносупрессантов для того, чтобы лучше справиться с системным микозом. И важным аспектом является проведение хирургического лечения, потому что таким пациентам часто вырезают очаги, это, например, лобоктомию провести, либо удалить пораженный лимфоузел, либо удалить просто какой-то очаг на коже. И в случае, если это именно дерматный микоз у человека, когда есть язвенные поражения на коже, то агрессивный дизгридман тоже проводится с последующими местными обработками. Вот, здесь картинка, это человеческий нанецеопсис обскура и, соответственно, нанецеопсис гуарой прямо рядышком с ним находится. Вот, и вот это вот просто их близкое молекулярное строение, оно, в общем-то, изрождает в нас мысль о том, что при определенных условиях, например, значимый иммунодефицит у человека, заражение возможно. Они будут похожи. Цитология будет типичная, но не специфичная. У нас будут септированные гифы, будут ундулирующие гифы. Мы помним, что такое ундулирующая мембрана, да, проходили это хорошо в рамках обучения в академии, соответственно, здесь вот гифы как будто ундулируют. Это типично для нанецеопсиса. Ну, и артроконидии. Вот с таким поражением понятно, что провели агрессивный хирургический дебридмент и системно лечили. У людей обычно при назначении терапия она назначается на очень долгий срок. И, например, можно у человека с иммуносупрессией можно назначить месяцев на 10, а потом отменить и находиться в постоянном страхе, потому что активация инфекции все равно возможна. Ну, то есть, у нас нету стандартных сроков лечения, что для рептилий, что для человека. И на данный момент это очень дискутабельно, особенно если человек находится на хронической, получает иммуносупрессанты в варианте пожизненного применения, например. Это было исследование 2020 года, описание серии клинических случаев. Мы будем идти от самого свежего к чуть подальше. Следующий вариант это диссеминированный нанициомикоз у ребенка, там девочка 13 лет, с мутацией. Тут какие интересные. Тут, во-первых, это единственный случай, который хоть как-то связан с рептилиями, потому что в большинстве своем факторами риска является наличие иммуносупрессии, либо это соответственно искусственная иммуносупрессия при приеме препаратов, либо это в результате ВИЧ-инфекции, либо еще какого-то заболевания врожденного либо приобретенного. Вторым фактором риска для человека при заражении этими микозами является посещение либо проживание в странах Западной Африки. Потому что скорее всего первоначально видимо оттуда происходит этот микоз, потому что явно и есть связь между тем, что человек туда съездил или там многократно туда съездил и почему-то заболел. И предполагают, что еще одним фактором должен быть общение с рептилией в той или иной степени. Но этого пока не доказали, то есть собирая анамнез, нет данных о том, что человек держит ящерицу, которая болеет например кангом. И единственный случай на данный момент описанный диссиминированная ананицеломикоза у человека, который хоть как-то общался с рептилией, это вот в 2018 году. Девочка она происходила из Нигерии и в рамках культов каких-то, когда это был совсем маленький ребенок, ему скармливали высушенную кожу змеи. После этого ребенок переехал в США после смерти матери, ну и соответственно жил там с тетей и она немножко хронически болела, потом начала плохо дышать и соответственно у нее еще была проблема хроническая с ногой и обратились в клинику с ней, в больницу точнее. Там нашли остеомиелит кубовидной кости, это кость маленькая в гости голеностопного сустава. положили ее в больницу, провели дебридмант, взяли биопсию, выделили грибы, но там было очень мало гифов. Это еще раз говорит о том, что когда мы диагностируем подобные штуки, что у рептилий, что у человека, нам нужно обязательно брать много образцов, потому что может так случиться, что взяли три мазочка и ничего нету, в четвертом попалась. И вот это была та самая ситуация, потому что там было то же, что сначала не нашли, потом нашли. На 13-й день госпитализации у ребенка появились неврологические расстройства, сделали МРТ, нашли очаг в головном мозге, оттуда тоже взяли образец. И у нас было, у нас у них было одинаковые культуры, которые были выделены, что из кубовидной кости и сустава между пяткой и кубовидной костью и головного мозга. Соответственно, сделали гистологию этого всего, там нашли тоже гифы, гифы показаны черной стрелкой, правая нижняя картинка. Изначально девочке был назначен футрицинбел, затем назначен вориконозол. До момента вот этого странного заболевания у ребенка не было данных о наличии какой-то иммуносупрессии или поражении иммунитета, и ее прицельно начали в эту сторону обследовать и нашли соответственно стат-1 мутацию, это мутация связанная с синтезом интерферона. Здесь просто табличка, показывающая различные клинические случаи у людей, и какие нюансы, что нам нужно понимать. Во-первых, во многих случаях окончательный вид не был установлен, они диагностируют до рода, то есть на нициопсис, а дальше вид хочется, но чтобы определить вид, нужен ПЦР конкретный, либо описание нового вида, если это что-то новое окажется, то, соответственно, не всегда это в клинической практике делается, даже в рамках гуманной медицины. Соответственно, в подавляющем большинстве случаев риск-факторами является патология иммунитета, посещение стран Западной Африки и в одном случае поедание кожи змеи. И чаще всего лечат азолами, либо если, например, первично в процедологии нашли грипп какой-то, то могут первично назначать внутривенно в Трицинбе липосомальный и затем со сменой на азолы. Болезнь эта обычно лечится очень-очень долго. К сожалению, описаны летальные исходы, но чаще всего они связаны с основным заболеванием из-за иммуносупрессии, которое вызывает иммуносупрессию. Например, у человека есть лейкемия, и понятно, что он имеет шанс умереть от лейкемии, это все осложнилось микозом, но никто лейкемию не отменяет. Ну и надо понимать, что это все достаточно свежие данные и это мало изучено на данный момент. Иногда у людей это может протекать не в виде системного микоза, а в виде комбинации системного микоза и поражений на коже. Соответственно, поражения на коже у них немножко не похожи на рептилии, но может быть и правильно, потому что люди все-таки немножко другие по своему гистологическому строению кожи. Здесь, например, есть картинки, показывающие пациента после трансплантации почки, у которого была комбинация сначала поверхностного микоза и затем системного. поражения были на вид не очень страшные, но фактически это тоже нужно учитывать и понимать. И нанициоксисы у людей любят помимо кожи легких, любят головной мозг и, соответственно, достаточно часто будут манифестировать в виде абсцесса головного мозга. поэтому таких случаев описано уже несколько и здесь можно видеть на МРТ это абсцесс перед уморальным отеком, точнее два очага перед уморальным отеком и на картинке Д это после лечения. И еще один интересный момент есть статья 2021 года которая исследовала дерматофитию мы помним что это микроспоритрик фития и уже с ними у кошек и собак и у двух кошек был выделен нанициоксис в риезе и мы сегодня про него уже говорили скорее всего это вид гриба который не относится к дерматофиту однако это немножко странно потому что мы помним что большинство нанициоксиса все-таки выделяется от больного животного у нас все культуры это культуры от больного но не культуры из окружающей среды не культуры с кожей кошки не культуры там откуда нибудь поэтому мы не очень знаем что с этим делать но как факт у нас есть животное с вероятно клиническими симптомами дерматофитии но при этом у него это млекопитающая был выделен нанициоксис пока что с этой информацией непонятно что делать но как бы в уме это нужно держать возможно это просто обсеменение потому что мы можем взять кошку натереть ее больной ящерицей а потом получить такие результаты а может быть это играет какую-то роль и возможно этот гриб может быть у млекопитающих параллельно например с дерматофитами в целом рептильные штаммы не были выделены от человека и у человека да и не вызывали у человека проблемы так же как человеческие штаммы в общем-то не вызывают проблемы у рептилий поэтому на данный момент мы считаем что занозный потенциал он наверное есть у любого микроорганизма но в данной ситуации он достаточно низкий но фактором риска при развитии системного микоза для человека будет являться тяжелый иммунодефицит он может быть как приобретен он может быть как искусственным когда мы принимаем лекарства какие-то так может быть в результате основного заболевания либо врожденным и поэтому для того чтобы не заражаться нужно быть иммунокомпетентным и все люди с иммуносупрессией им бы лучше избегать контакта с потенциальным источником патогенов на данный момент все находится в состоянии исследования и описания поэтому за информацией нужно следить своевременно и по поводу личной гигиены и так понятно что мы все равно ее соблюдаем как бы нам не было не страшно с другими животными примерно то же самое есть описание 2021 года о выделении от пушки с дерматофитии однако на данный момент никаких выводов из этого сделать невозможно и по поводу зоонозного потенциала у меня наверное все сейчас я немножко расскажу что у нас будет дальше на 20-х числах сентября мы с Игнатием хотим сделать прямой эфир посвященный ожогам у рептилий возможности лечения ожогов почему они происходят и есть ли у рептилий ожоговая болезнь как у млекопитающих это будет прямой эфир из студии клиники сотникова он соответственно обычно транслируется в инстаграме и на ютуб канале по-моему это называется азбука ветеринарного какая-то азбука короче скорее всего это будет 21 сентября однако дата еще плюс-минус может поменяться вот и если есть какие-то вопросы или интерес к этой теме то можно будет в прямом эфире с нами пообщаться потому что там есть возможность задавать вопросы и соответственно мы на них будем отвечать в октябре будет большая конференция в Москве национальная ветеринарная конференция и там будет будут доклады про рептилий поэтому можно будет съездить посмотреть и в начале ноября я планирую что у нас будет утип такой же сходки где мы обсудим системные микозы и поговорим еще немножко про диагностику этих микозов и на этом наверное все 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 Продолжение следует...